что друзья добро пожаловать в американский крупный гипермаркет наша задача я тоже думаю что нам туда смотрите эти тележками сделаны видел лишь мы короче сейчас охотимся за едой и здесь тоже касса самообслуживания так что мы уже с этим знакомы а тут точно не а если да да в общем мы он полненькая идем за едой в отдел еды супермаркетах лекарства подаются вот так вот тут раздолье бананы по 25 центов друзья мои возьмем а где-то взвешивать надо а не надо сегодня же нам давали не едят дети вот тут всякие выпечки вот такие нам эти давали маффины стоят они 429 вы здесь какие-то хумусы смотри по той это салат 389 сейл 349 макароны 499 вот такое блюдо в общем различные мазюковые какие-то блюда что пап? моцарелла по акции 1 лб это паунд? 649 моцареллка с салями 849 вот такая маска смотрите вот такое есть мяско сыры нарезанные уже акции мало вот смотри акция чиз чеддер чеддер по акции а у них акции вот такие вот эти лейблы набор сколько стоит? 12 да? да вот такой набор 12 что это такое? фрикадельки фрикадельки 899 но они требуют приготовления судя по нарисованному надо печь совать это лобстер равиоли да равиоли с лобстером стоят они 649 а это лимон тоже равиоли бурат это написано бурат это текущий такой сыр а это вот family size но нам негде сварить эти равиоли ну да креми томата соус сыр это ну это духовка наверное нужна а у нас нет духовки да пойдем дальше пойдем мое любимое сырые филадельфия 80 ос а это другой филадельфия вот такой например 389 сырые мы пришли на завтрак сейчас посмотрим чем тут кормят короче ничего интересного хлопья молоко это какое-то какао что это такое молитв браун шугур короче йогурт все что мне нельзя все для тебя до света батор филадельфия багл тостовые хлебы есть тостерница здесь сливки карамель для напитков здесь различные эти в общем не обожрешься да а здесь можно себе вафли сделать вот вот тарелки ложки вилки ложки вилки конечно хранятся я бы свои принесла но у меня в манере сок и фрукты вот такой вот тут бедненький завтрак но при этом бери сколько хочешь зато есть кофе ладно будем кушать хлеб с маслом и филадельфией в общем вот такой у нас получился завтрак тосты нажарили филадельфии набрали Миша взял себе хлопья что ты? я кофе со сливками кстати вкусный кофе здесь все нам приятного аппетита в нашем отеле хоть небольшой но есть бассейн смотрите какой трон бассейн можно было здесь позавтракать да Миша? тренажерчик какой-то вот стульчик да пойдем все мы уже позавтракали что хотели взять с собой взяли и уже уходим после Лос-Анджелеса едем в гору безостановочно долго уже очень долго в гору 4 полосы ну в нашу сторону в ту сторону не знаю нам не видно вообще встречку ну подъем идет безостановочно и все время 4 полосы грузовички и там просто с правой стороны едут не спеша все остальные слева ползут классно удобно все спокойно едут никто никому не мешает и виды пошли такие горные красивые ну правда через наше грязное окно вот с левой стороны как красиво гляньте классно сейчас знак был нам еще ехать где-то 300 на 30 миль до Сакраменто мы заехали в Walmart ну где-то здесь мы в Ростове как вам размерчики магазинов на входе кстати выдавали бесплатные маски а я кушать хочу сабвей тут есть смотрите одноразовая посуда как вам габариты чтоб было понятно вот моя рука и тортильясы а вот это вот мне нравится класс супер вообще супер 8,98 такая штука огурчики цена за pound а это не огурчики где-то болгарские перчики какие за полкило доллар десять красный лук помидорчики 98 копеек за полкило о авокадо мы любим авокадо посмотрим сону еа это как доллар 0,08 но я не понимаю еа что такое лб это вроде как лб это вроде как полкило а я не понимаю так так ладно куда мы идем вот моя тележка я кушать хочу с собой я иду мы мы купили ужин себе курочку на гриле запеченную и вот такой салат в америке продается значит здесь топинги курочка гриль тоже это типа похоже на бекон это еще курочка гриль внутри здесь был вот этот соус и вот такие орешки частью сюда положу смешаем и будет салат также мы еще купили вот такой салат это просто погрызть капусточку для полезности можно мы соус не взяли да никакой лишь можно каким-то соусом полить но мы не взяли мы так солью перчиком посыпем в общем сняли апартаменты обзор сделаю чуть позже устали завтракали буквально по одному бутербродику тоненького хлебушка съели время время 7 часов почти вот нам наши любимые шведы подарили вот такую вот посуду я их шведами называю надеюсь они не обижаются как у них фамилия шведовы шведовы подарили вот такую посуду спасибо им огромное за это здесь эти я уже помыла а вот эти мы еще не помыли в общем мы просто возили их полдня с собой поэтому надо все перемыть также нам дали продукты наши шведовые вот различные тут сухие завтраки в общем ладно мы будем кушать потом я вам и микроволновку нам подарили она немножко не подходит по дизайну на первое время вообще идеальный вариант пусть будет мы уже курочку на ней согрели у нас нет ни посуды поэтому пока плитой мы не можем воспользоваться микроволновка самая прям тема спасибо им огромное ну что друзья это видео для самых-самых близких всем привет потому что наши всемирные зрители с ютуба не знают что мы находимся в америке вот а близкие наши конечно же знают мы волонтер или всей семьей ну как всей семьей сейчас расскажу подробнее мы ходили помогать что такое волонтерство может быть не все знают мы ходили помогать абсолютно бесплатно вот какая была от нас нужна помощь мы все делали что нам поручали и это все называется волонтерство когда это делается без определенной оговоренной ранее оплаты вот я была на кухне я же кулинарный блогер поранила там себе потому что я никогда не готовила в масштабном объеме а надо было готовить на 60 человек мне сказали отделить барани ой господи барани свиные ребра от мякоти я поранила себе палец поранила так что кровь останавливали час она стремительно лилась видимо какой-то крупный капилляр я себе повредила вот после чего я с кухни удалилась на этапе разделывания мяса и пошла там правая рука у меня целая помогала уже на улице там по коробкам продукты расфасовывать это для фудбанка это для тех людей которые приедут за продуктами бесплатно волонтеры значит это все расфасовывают и раздают коробками людям это все тоже для людей бесплатно правда продукты для волонтеров как оказалось отличаются от продуктов которые получают люди ну в основном одни и те же но то что то чего мало получают волонтеры а то чего много получают люди тоже значит давайте расскажу что нам дали нам дали вот таких две коробки сока фасоль я не знаю мои мужчины стеснялись пока я была на кухне зелени раздавали много там и груссельской капусты вот этой фасоли было очень много когда я пришла оставалось вот только вот такие два вида фасоли ну да ладно в следующий раз нам дали вот такие салфетки вроде как они без baby wipe baby wipe это сто процентов без спирта их тут дофига 220 салфеток вот две упаковки вот таких салфеток нам дали три галлона наверное три галлона в одном галлоне три литра семьдесят восемь миллилитров не видно вот почти четыре литра молока три галлона молока нам дали четыре хлеба мы его немножко помели вот мы его заморозим сразу не съедим чтобы он не испортился мы его в заморозку кинем две коробки печенья в каждой коробке по восемнадцать этих пачек две упаковки сметаны чипсы урвали огромное количество посуды естественно посуда бэушная но мы ее в посудомойке перемоем и будет нормально вот волонтерила у нас не вся семья потому что детей сразу забрали с детьми занимались английским в игровой форме какими-то развлекалками короче их там чем-то развлекали что-то делали в общем Миши ни на минуту нашему гиперактивному Миши ни на минуту там не было скучно вот что-то видите Бэтмена сделал вот такой браслетик ему подарили Алексей урвал вот такие стаканчики для воды два одинаковых и вот такие кружки для чая линдор вот дальше у нас молоко пачка молока вот такого еще в тетра парке в тетра парке или как это миндальное молоко упаковка ящик здесь по 4 штучки и таких упаковочек я не знаю сколько там ну коробка короче такого молока потом спросили кто недавно совсем приехал мы сказали что мы приехали позавчера и для вновь прибывших мигрантов дарили эти блендеры здесь в коробке блендер high speed высокая скорость и вот такие шоколадки все это в подарочном пакете бумажном было огромное количество мы набрали постельного белья у нас есть большая стиральная машина и сушилка мы на 90 градусов все перестираем высушим и будем пользоваться на первое время нам хватит пока не разбогатеем вот дальше коробку пока я была на кухне вот эту коробку набрали мои мужчины Олег и Алексей значит в этой коробке два пакета черешни какой-то соус пачка ежевики две коробки клубники вот этих продуктов не было в основных для всех клиентов коробках потому что их было не так много свои все разобрали две коробки клубники четыре коробки две одна большая и две маленькие малины вот это продукты все хорошие свежие это просто запотевшие видите вот смотрите вот это вообще классно малинка дальше один болгарский нам достался запакованные в пищевую пленку дыни две штучки два лайма один кабачок цукини романа салат вот такой он же он уже обработанный нарезанный его просто открываешь соусом или там маслицем оливковым и кушать можно вот это я не знаю что такое но походу это плохо себя чувствует возможно я это выкину я даже не знаю что это такое не знаю не буду врать а тут же написано давайте почитаем чивис я не могу прочитать я не знаю кто смог напишите в ответном сообщении так это у нас оранж йогурт дейли йогурт ежедневный йогурт таких получается тоже ящик далее в котором 4 упаковки по 6 штук упаковочки ну с фруктами не очень хорошо в этот раз два яблочков и еще один болгарский перчик также в этой коробке были огурчики вот также нам достался телевизор в принципе ну мы будем естественно покупать сейчас у нас немножко такая ситуация что застряли в Турции наши деньги ну так получилось вот мы пока детям его подключим сейчас мы его протрем хорошенько детям его подключим а потом когда будут деньги естественно мы купим вот такой телевизор я надеюсь он в рабочем состоянии ну как то так вот такие продукты мы получили в общем примерно до половины первого мы волонтерили потом полчаса и девчонки уже отдыхали просто сидели общались болтали во время волонтерства тоже все болтают потому что там работа не постоянно там фура прям огромная фура продуктов выносят значит продукты мужчинам говорят выгружать мужчины ящики выгружают ящики там с печеньем ящики там палетами прям выгружают на улицу а потом волонтерам говорят кладите в каждую коробку расставлены коробки значит под навесы специально раскрыли навесы такие передвижные расставлены коробки и волонтерам говорят в каждую коробку кладите там по 5 пачек печенья или там не знаю ну по 2 пачки чипсов ну в общем говорят какое количество класть и девчонки начинают бегать эти коробки заполнять порядка примерно 100 коробок можешь забирать порядка 100 коробок и девчонки на все это бегают по коробкам расфасовывают когда я ушла с кухни у меня левая рука повреждена я тебе потом отдам пупырку пока не трогай пока я когда я ушла с кухни у меня правая рука здоровая поэтому я правой рукой одной рукой тоже помогала по коробкам расфасовывала продукты вот дальше мы девчонки отдыхали а мужчины там навесы убирали оставшиеся коробки убирали продукты обратно в фуру загружали вот потом нас пригласили в конференц-зал там были расставлены круглые большие столы кресла вокруг цветы были установлены скатерти накрыты все так красиво было сделано там все такая серьезная техника аппаратура микрофоны колонки огромные телевизоры в общем два телевизора огромных с нами пообщался пастор это все таки церковь потом нам включили познавательный фильм о христианстве вот потом нам позадавали вопросы несколько раз мы молились ну вернее ответственный за все это мероприятие молился мы тоже молились вместе с ним и в общем читал вернее он молитву а мы закрыв глаза стояли а потом просто говорили аминь вот это было перед раздачей футбанга уже людям и это было перед тем как нас накормили обедом зачем на кухню вообще тоже волонтеров приглашают потому что для всех людей которые там помогали а нас было порядка 60 человек готовили обед сегодня в меню были маринованные ребрышки запеченные в духовке и плов также было три вида салатов огромное количество сладостей и кетчуп хлеб одноразовая посуда все там было вот значит с нами пообщались подискусировали люди поделились своими проблемами своими историями вот потом нас пригласили на обед выстроилась очередь каждый брал себе тарелку набирал еду садился обратно за свое место за круглым столом и все дружно кушали на каждом столе еще стояло большое количество бутылок с водой кому хотелось пить могли брать и пить вот также там был чай кофе ну и огромное количество сладостей я тоже говорила все потом общались друг другу подсаживались не так много людей менялись столами да ну вот например нам посел старший за все это мероприятие Александр пообщался с нами вот ну приятные люди очень-очень были удивлены вообще отношением а еще я вам не рассказала когда я порезала палец стремительно потекла кровь видимо какой-то крупный капилляр я повредила но когда я спросила пластырь вы себе не представляете человек десять друг у друга как сарафанное радио начали спрашивать пластырь пластырь человек порезал руку найдите пластырь у кого есть пластырь короче человек десять вот так вот бегали суетились мне аж немножко неловко стало и несколько человек где-то ну три человека стали три или четыре человека стали мне пластырь приносить короче у меня еще тут полный карман пластырей ну как полный два мы использовали с Тамарой мы с ребятами с нашими с которыми мы дружим и живем в одном комплексе два мы использовали два у меня еще в кармане осталось вот потом когда я вышла на улицу там волонтерила помогала а потом когда зашла внутрь меня какая-то женщина увидела я-то никого там не знаю кроме своих Тома с Кириллом вот а когда внутрь зашла меня какие-то люди еще спрашивали ой а где вы были как ваш палец тут говорит девочки нашли пластырь у себя там покопались в общем вам предлагают ну хотели предложить пластырь я говорю ой спасибо большое кровь остановилась ну вот пластырь нашли да показалось что у меня есть еще два запасных что все хорошо спасибо большое в общем вы себе не представляете сколько людей там и все такие приветливые и там пойдут пиццу разогреют потом бегают всем предлагают там каких-то оладушек кто-то пошел на кухне нажарил потом с этим подносом ходил всем предлагала тоже женщина была в общем вы себе не представляете эту обстановку такого я не в одной церкви в которой была не так часто и не так много церквей я посетила но такого не было никогда и не в одной церкви и такого отношения я никогда не видела ну как-то как-то вот в культурном шоке в приятном культурном шоке поэтому друзья кто там сомневался что мы приехали многие конечно из вас рады что мы приехали в страну плюс один вот а кто сомневался не сомневайтесь мы здесь не пропадем белье я это все перестираю спать есть где также там три одеяла есть они такие тоненькие ну типа пледиков но тем не менее укрываться можно я все на 90 градусов перестираю и мы всем этим с удовольствием будем пользоваться многие продукты я заморожу естественно столько сметаны мы не съедим я не знаю какой здесь срок годности 33 процентная жирность сметаны если вы видите вот естественно мы все это сразу не съедим я посмотрю какой срок годности несколько баночек оставлю а все остальное просто буду пускать на филадельфию у меня есть рецепт из сметаны филадельфии тома тоже сказала я всегда много дают этой сметаны я всегда делаю филадельфию в общем будем филадельфию теперь делать сами такие у нас дела друзья всем спасибо за внимание всем пока и да Алексей напомнил мы положили в раковину потому что пакет запотевший он в вакуумированный но он запотевший еще по вот такому кусищу мясо давали это свинина ну мякоть что сон